Добрый день! Сегодня на обзоре модель EX3 от торговой маркеры Emo Hobby. И прежде чем ее детально изучать, давайте ее сначала кое с кем сравним. Вот с этими моделями. Это у нас также модель от торговой маркеры Emo Hobby. Это 9M1 к 8 и, соответственно, M-Max1 к 10. И как любят делать производители, они берут за основу уже выпущенные модели, вносят какие-то незначительные изменения и выпускают на рынок обновленную версию. И, соответственно, модель EX3 это последняя из линейки Emo Hobby, которая, в принципе, вышла на рынок. И что они сделали? Во-первых, они разработали новую корку. Лексан у Emo Hobby остался, в принципе, такой же. Он достаточно плотный, очень хорошо себя показывает и к нему вообще нарицания никаких абсолютно нет. Дальше они взяли модель 9M, скопировали бампера. То есть, по сути говоря, бампера передние и задние, они, ну, внешне они одинаковые. Единственное, они по размеру чуть-чуть поменьше. То есть, передний бампер поуже и, соответственно, задний чуть поуже. Но, важный момент, что бампер передний, например, от 9M легко встает на EX3. То есть, крепление идентичное. Если захотели, например, бампер поставить пошире, пожалуйста, покупаем и ставим сюда. Будет лучше даже защищать нашу переднюю подвеску. Задний бампер поставить не получится, крепление немножко изменено. То есть, задний бампер, он чуть пошире, здесь он чуть-чуть поуже. Следующий момент. Они взяли колеса. Колеса полностью идентичные. Ну, единственное, что у нас 9M, вот здесь апгрейд-версия, он с красными дисками. EX3 базовый, он, соответственно, идет на черных. Хотя в апгрейдных он тоже идет просто на черных. Но по размеру, по высоте, по ширине, по вылету, по креплению они абсолютно одинаковы. Единственное, что торговая марка Ремохобби, зачем-то выпуская там одни и те же запчасти для разных машинок, указывает разные артикулы. То есть, если мы смотрим артикул данных колес и, например, их нет в продаже, то можно посмотреть артикул вот этих колес. И если они будут в продаже, их можно купить и сюда как бы без проблем поставить. В принципе, у Ремохобби такая фишка, что на моделях 8-го масштаба и 10-го масштаба запчасти могут полностью подходить друг к другу. То есть, быть идентичны, например, там задние ступицы, что там от динозавра, что там от модели М-Макса, они будут взаимозаменяемы. То есть, можно просто поставить и они встанут просто идеально. Дальше. Следующий момент. Также перекочевал на EX3 у нас вот это крепление, то есть боковые отбойнички. То есть, в принципе, у шартов за счет того, что корпуса широкие, ставятся зачастую вот такие отбойники. Они, опять же, перекочевали отсюда. А теперь давайте переходить к М-Максу. И отсюда у нас переехало все остальное. То есть, в принципе, они одинаковые. Корпуса дифференциалов, дифференциалы, крепления вот эти, карданчик, крышечки, передние и задние бабочки, крепление кузова, передние и задние ступицы, нижние рычаги. Все полностью абсолютно идентично. То есть, по сути говоря, это у нас модель М-Макс, на которую установили колеса меньшего чуть размера, взятые от 9М. Появились вот эти боковые отбойнички. Вот у М-Макса их, соответственно, нету. Они переехали отсюда. Но на М-Максе здесь есть и крепление, и отверстие, чтобы их установить. То есть, если, в принципе, вам нравится формат вот так переносить машинку, за это боковой отбойничек, можно на М-Максе их также поставить и также его переносить. Пожалуйста. Легко переставляется. Извинили, соответственно, бампера. Опять же, перекочевавшие отсюда. И все. То есть, приведу пример наглядный. Если мы возьмем корочку и поставим ее на EX-3, она идеально встает. То есть, по всем креплениям, по вылетам, все, оно встает и впереди, и сзади. То есть, все точно так же. На самом деле, даже смотрится он прикольно. То есть, такой как бы монстр на небольших колесах. Также аналогично корочка EX-3 подходит на корку и М-Макс. Но единственное, что здесь, конечно, бампера, он как бы, корка чуть больше, она как бы их накрывает. То есть, бамперов фактически не видно, но, опять же, по креплениям вообще встает идеально. И смотрите, как смотрится теперь и Макс у нас на больших колесах. По-моему, очень реально неплохо. В принципе, если захотели что-то изменить, и вам, не знаю, надоел ваш базовый и Макс, вы захотели шарта, покупаем просто колеса чуть меньше. Большего размера, другую корочку, и, соответственно, получаем шарта EX-3. Аналогично с EX-3. Надоел вам EX-3, хотите монстра, покупаем колеса большего размера, устанавливаем, соответственно, корочку от М-Макса, и, соответственно, получаем М-Макс. При желании можно, конечно, еще и поменять бампера, и тогда вообще не будет никаких отличий. Ну, либо их можно оставить. В принципе, очень неплохо смотрится, может быть, как-нибудь даже так и сделаем. Поставлю, например, на М-Макса колеса, может быть, даже еще больше. Корку от EX-3, и, соответственно, прямо максимально подниму вверх, и посмотрим, как это будет смотреться, и будет ли это вообще управляться. Но это отдельная тема для разговора. В принципе, в остальном они не отличаются. То есть, все, что я рассказывал ранее про модель М-Макс, делал обзор, который можно посмотреть также на канале, он полностью будет относиться и к этой машинке. Но в любом случае, давайте более детально ее рассмотрим, и расскажу, и сделаю определенные акценты. Поехали. Базовая B3, который заряжает 2,3С аккумуляторы через балансировочный порт. Выходные токи 800 мА. Ну, и, соответственно, сетевой провод. Для разборки и обслуживания машинки у нас здесь идет торцевой ключик, баллонник металлический, 4 запасных клипсы. То есть, корпус крепится на 4 клипсы и 4 в запасе. Итого 8 мы сразу получаем. И 3 Г-образных ключика на 1,5, 2 и 2,5 мм. Инструкция полностью на русском языке по эксплуатации машинки. Инструкция на английском. И, соответственно, книжечка каталожная, стандартная. Здесь у нас указаны все артикулы всех запчастей. Можно, то есть, если мы что-то сломали, куда-то врезались, это можно все поменять и посмотреть. То есть, можно отдельно привезти любую запчасть. В принципе, она достаточно детализированная. Все-все элементы здесь отдельно есть. В конце книжечки есть, в принципе, вот такая каталожная часть, разноцветная. То есть, также можно все здесь посмотреть. Ну, и, как обычно, торговая марка Ремохобби выпускает сразу несколько модификаций одной модели. Есть несколько вариантов. Во-первых, есть машинки просто EX3, которые у нас комплектуются металлогидридным аккумулятором. И есть версии PRO, которые комплектуются литий-полимерными аккумуляторами. Второй вариант – это подвеска. Есть, соответственно, базовая подвеска черного цвета. И есть версия с UPGRADE. Это у нас подвеска красного цвета. Как говорит производитель, это пластик с добавлением нейлона, который придает эластичность элементам. И, то есть, при ударах он сильнее отыгрывает и менее подвержен излому. Но здесь нужно, конечно, сделать акцент, что это усиление буквально чуть крепче и чуть надежнее. Поскольку при использовании в морозы пластиколеет и разницы вообще особо никакой нет. В летнюю погоду при определенных ударах действительно красная подвеска отрабатывает чуть лучше. В остальном же особо отличий никаких нет. Ну, давайте более подробно вот про эту версию. Давайте начнем с электроники. Первое – это двигатель коллекторный базовый 550 класса. Особо о нем нечего рассказывать, кроме того, что не забываем, что такие двигатели очень не любят перегревов. То есть, от высоких температур внутренняя оплёточка начинает осыпаться, и двигатель выходит просто из строя. В среднем срок службы таких двигателей – это от полутора до двух лет. Ну, как правило, в большинстве случаев их чаще перегревают, и срок службы сокращается до года, до полу даже года. Поэтому рекомендую, если катаетесь летом, особенно еще и в чехлах, на литий-полимерных аккумуляторах, обязательно устанавливает вот на этот радиатор еще и активный кулер для охлаждения. Далее – это у нас регулятор сам скорости. И пара основных моментов, которых нужно о нем знать. Во-первых, поддержка у нас идет металлогидридов и литий-полимера. Металлогидрид до 6С, литий-полимер только 2С. Более 2С устанавливать сюда нельзя. Второй момент – то, что здесь у нас в краю установлены две перемычки. Нижняя перемычка отвечает как раз-таки за тип аккумулятора. То есть, если мы покупаем машинку на литий-полимере, то эту перемычку нужно переставить. Потому что в базе всегда перемычка стоит на металлогидриде. Если покупаем на металлогидриде, то особо ничего и не делаем. Важный момент – зачем нам это нужно? Если мы используем аккумулятор металлогидридный и будет отсечка стоять на липо, то регулятор будет просто в какой-то момент машинку отключать. То есть, он будет неправильно определять емкость аккумулятора. вы там откатали, например, 50% емкости, и регулятор ушел как бы в защиту. То есть вы не докатали, поэтому обязательно металлогидрид, перемычка на металлогидрид. Если, соответственно, катаем на литий-полимере, а перемычка стоит на металлогидриде, то есть вероятность того, что аккумулятор будет разряжаться ниже критических 3 вольт, и вследствие чего срок службы такого аккумулятора будет прям сокращаться. Поэтому если мы хотим, чтобы аккумулятор у нас прожил максимально долго, не забываем эту перемычку переставить. Если используем разные типы аккумуляторов, то перед каждым запуском, при использовании разных типов аккумуляторов, то перемычку переставляем. Вторая перемычка, которая находится сверху, это MOD, NORMAL и SOFT. Это у нас режим старта, NORM это нормальный, и SOFT это, соответственно, мягкий старт. В инструкции указано, что при катании на металлогидриде мы используем только режим SOFT, при использовании литий-полимера там ничего не указано, поэтому в принципе можно использовать и то, и то. На самом деле я лично при использовании особо разницы не заметил, что при SOFT, и что при NORMAL. Ну, я оставляю, в принципе, на софте, типа, более мягкий старт, как бы, повторюсь, не особо это ощутимо, но, возможно, где-то там минимально снижаем нагрузку на трансмиссию, ну, соответственно, пусть она так и будет стоять. Следующее, это у нас серва, серва с пластиковыми шестернями внутри, и если, когда я сравнил, именно, рассказывал про модели M-Max, говорил, что серва слабовато там отрабатывает, поскольку там достаточно, ну, относительно этих колес, они большие, то здесь при использовании на шарте данной сервы более чем достаточно, опять же, то есть она очень слабенькая, она не очень там мощная, не самая быстрая, но при использовании, особенно на коллекторе, здесь скорость достаточно такая небольшая, данной сервы более чем достаточно. Минусом это то, что у нас идет серва с пластиковыми шестернями, это, в принципе, не очень долговечно, но, в принципе, для машинки данного типа, с данным бюджетом, сервы в среднем хватает там год и два, может быть и больше, зависит от интенсивности использования. Но особо к ней нарисаний нету. Единственное, здесь давайте еще акцент по поводу влагозащиты, данная серва не влагозащищена, там нету никаких резиновых там парокладок, поэтому при катании там по снегу и по лужам особо ограничений нет, пожалуйста, катайте, то, что там какие-то капельки воды будут попадать, в принципе, все электроники, они не страшны, пожалуйста, катайте, даже если там катаетесь по снегу, и вас там снег прям закидывает все в корпус, пришли домой, обязательно просто убрали весь снег, можно даже прям душем, машинку промыть, чтобы весь снег растаял, да, там теплым душем помыли, и потом обязательно просто вытираем ее насухо и ставим на там подоконник, на солнышко, чтобы это просто все прослохло, то есть электроника попадания воды не боится, боится именно сырости, то есть серва не герметична, но повторюсь еще раз, пожалуйста, катаемся везде, но не забываем ее потом просто просушить. Запитана машинка от литий-полимерного аккумулятора, потому что в данном случае это версия базовая, на базовой подвеске, но версия именно PRO, с полимерным аккумулятором на 3300 мА, 7,4 В, выходные токи 30С, такого аккумулятора в среднем хватает на 20 минут активного катания, там, ну, 20-25, в зависимости, конечно, от интенсивности, в холодную погоду от 15 до 20, опять же, в зависимости от интенсивности. Батарейный отсек у нас идет здесь 14,5 см на 4,5, поэтому при желании можно поставить сюда аккумулятор просто с большей емкостью и, в принципе, проблем нету. Давайте переходить к ходовой части и начнем мы с амортизаторов. Аморта у нас стоит пластиковая с алюминиевыми крышечками и, как обычно, производитель просто туда чуть-чуть наливает силиконовой смазки, чтобы штоки ходили не на сухую, но, по сути говоря, они не заправлены. То есть, если сейчас вы смотрите, подвеска, видите, она практически не отрабатывает, то есть, она вот именно на пружинах отскакивает назад, то есть, не хватает мягкости. Поэтому, покупая данную машинку, на самом деле, если это ваша первая машинка, то покупаем и просто катаем как есть. Смотрим, понимаем, как она управляется на данной подвеске, потом отдельно покупаем там силиконовое масло, в зависимости от вязкости, соответственно, подвеска будет по-разному отрабатывать. Заправляем сюда масло и уже смотрим, как она катается на заправленных амортизаторах, тем самым мы как бы определяем, насколько там вам нравится более жесткая или более мягкая подвеска. Поэтому, по первости, купили, на самом деле, катаем, пробуем, в дальнейшем заправляем. Также пружинки можно оттягивать, ставить сюда проставочки, тем самым тоже регулировать эту подвеску. Нижние рычаги, бабочки, вот здесь крепление, тяг у нас идут с возможностью отрегулировать. Также и на ступицах есть несколько положений. То есть, в принципе, подвеску мы можем отрегулировать, то есть, можем либо поднять ее прямо вверх, либо, соответственно, занизить. Ну, как я уже говорил, да, можно поставить сюда колеса прям побольше, задрать машинку и, соответственно, уже будет смотреться не как шорт, а как уже какой-то монстр. Колеса базовые, стандартные. И, как вы видите, они точно так же, как на моделях и Макс, они немножко заваленные. Это как раз-таки для лучшей управляемости при входе в поворот. Видите, колесо как бы закладывало и угол поворота у нас был меньше. Задние колеса, они, если посмотреть, они немножко смотрят, опять же, в центр. То есть, они стоят достаточно ровно, но вот таким образом. Это для того, чтобы при катании заднюю часть вроде как меньше носила и она лучше держала прямую. То есть, в принципе, такое расположение, оно стандартное и не рекомендуется его там как-то регулировать. Вы можете, конечно, покупать сюда регулируемые тяги, потому что все тяги здесь полностью пластиковые и нерегулируемые. Ставим регулируемые и можем тем самым немножко как бы пожестче сделать подвеску, чтобы меньше было люфтов. В целом, по подвеске все остальное у нас идет полностью пластиковая. Привода, передний, задний, пластик телескопические, стандартные. На самом деле, опять же, точно такие же стоят у нас в модели 9М. В модели ММАКС они идентичны и подходят друг к другу и взаимозаменяемы. Опять же, вопрос к артикулам. На ММАКСе и на X3 у нас идут артикулы. На модели 9М они другие артикулы, но они полностью подходят друг к другу. Поэтому имейте это в виду при подборе запчастей, если, например, чего-то там нет в наличии. Так, давайте еще немножко по внутряжке. У нас здесь установлено, соответственно, два дифференциала впереди и сзади. Слипер сцепления здесь никакого нету. Ведущая шестерня металл на 13 зубов. Ведомая, пластиковая, опять же, базовая. Везде у нас тут подшипнички. Кардан алюминиево-металлический. Здесь чаша металл. Внутренние шестерни дифференциала металл. На колесах подшипники, на диффах подшипники. Вот здесь на карданчике везде у нас идут подшипники. В целом, наверное, и по внутряжке-то и все. И последний такой, наверное, момент. Именно про модели EX-3 в сравнении с M-Max. У M-Max бампера, они достаточно жесткие. И там они реально расходники. Поскольку при этом по ударах практически они не отыграют. Они просто ломаются. Особенно на морозе. Там, если куда-то ныряем рыбкой, там бампер прям удар приходится. А он просто прям ломается. У модели же EX-3 бампера прям мягенькие. Прям очень хорошие. То есть, видите, как они хорошо внулись. То есть, можно прям вот так сминать. То есть, при ударах они очень хорошо поглощают. Что передний, что задний. То есть, вот смотрите. Видите, как он. Можно его изогнуть. Ну, конечно, так лучше не делать на морозе. В таком положении он просто сломается. И, конечно же, и летом, и зимой они могут ломаться. Но вот здесь бампера надо прям постараться, чтобы их сломать. Очень неплохие. Ну, и как вариант, опять же, берем от 9М, сюда ставим прям побольше. Прям будет вообще закрывать чуть ли не по колесам. И смотрится на самом деле прикольно. Я так прикидывал. Брал просто бампер отдельно, так приставлял. Смотрится мне хорошо. Так что рекомендую, если этот сломаете, покупайте от 9М и ставьте сюда. Все, наверное, по машинке в целом все. Осталось последнее. Пойдемте ее потестируем на улице. Пойдемте ее. Пойдемте ее. Пойдемте ее. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...